ну что у нас время 6.29 мы выезжаем со двора здесь вроде дороги почистили и поэтому более менее едем комфортно не копаем как экскаватор не экскаватор как трактор с той квартиры съезжали как трактор перед собой снег собирали здесь более-менее хорошо вроде чисто время пол 7 выезжаем со двора раз посмотрим сколько нам на обратную дорогу потребуется получается на 10 минут позже чем из москвы мы выезжали в санкт-петербург такие у нас дела за бортом минут 10 идет небольшой снежок время 630 ровно с богом путь богом проезжаем красивый мост который держится на чем на вантах на этих тросах мы поедем по платной дороге сюда приехали 1702 рубля ровно у нас списалась сейчас мы пополним опять баланс автодора и обратно тоже по платной дороге все-таки машин мало дороги хорошо чистят поэтому лучше так чем по другому заедем на заправку машину заправим и часа наверное три будем безостановочно ехать такие у нас дела мы немножко вильнули заехали на заправку опять в город вернулись потому что вообще непонятно видимо наверное из-за того что мало машин ездит по платной дороге с заправками там просто полная беда мы когда уже практически выехали на платную дорогу он мне предлагал 600 с чем-то километров заправка shell но это вообще никуда не годится я даже не знаю сейчас как мы будем ехать мы сейчас недалеко от када находимся до полного машину заправляем и сейчас опять прокрутимся до по каду проедемся и на платную трассу выйдем но как дальше будут обстоять дела будем вас держать в курсе заправки крайне редко на платных дорогах расположены алексей пошел оплачивать бензин полный бак залил уже и мы поедем сторону платной дороги подъезжаем первому пункту оплаты хорошо на платной дороге никого нету смотрите всего одна машина параллельно совершенно никого сзади совершенно никого даже фар никаких не видать вон она там да одна машинка не едет и все смотрите подъезжаем к зелененькому флагбауму транспондер принят пикнул и мы поехали оплата списалась мы немножко развели навелись с алексеем панику через двадцать примерно пять километров должна быть заправка газпром нефть пока как вы сюда заправлялись такое что они тут забавляли деньги самообслуживание да самообслуживание а у тебя больше тридцати литров зашло а то сказали если больше тридцати два рубля скидывают еще все вам счастливого пути время 7 20 уже утром поэтому вам тоже хорошего дня и отличного настроения все проснулись доброе утро олег покажи чё кушаешь хлопья с молоком миша пока ручки моет у нас здесь развернута полевая кухня специальные антисептические салфетки которыми мы антибактериальные которыми мы ручки вытираем перед едой алексея я уже накормила чая напился он стоит я добью его допивай может конфетку дадут какую еще дадим или две нет значит здесь у алексея перекусы чипсы и эти хлебцы дорога просто ужасная в том плане что короче никого нет ни сзади ни спереди она однотонно серо вот такая темно-серо-бело вот такого цвета короче и просто вот нереально укачивает я вообще я тоже где-то часок наверное поспала как только мы выехали на трассу а за алексея переживала поэтому чтобы он не уснул ему еще этот руль держать поэтому положила ему тут снеки чтобы он развлекал себя как мог помогло тебе есть захотелось помогло понятно так Мишутка держи свои хлопья приятного аппетита дети Алексею сейчас конфетку дадим у нас здесь вот развернуты кухни здесь у меня приборы там у меня курочка чуть ниже у меня контейнер с рисом хлопья хлеб мытые уже фрукты ну и собственно все я тоже уже перекусила а у меня еще знаете ребятушки сейчас покушают у меня еще творог есть сейчас еще творог раздам всем ладно нам приятного аппетита на хорошей дороге не сонливой сейчас мы врубим на всю мощность музыку как мы обычно делаем всегда и будем орать вам этого не покажем потому что иначе вы оглохнете потому что орет орет вся семья все четыре человека орут какие-то любимые песни такие у нас дела мы короче едем кстати еще хотела сказать если кто-то вот в питер поедет обязательно заранее беспокойтесь по поводу заправок потому что мы сейчас проехали где-то километров 80 тому назад одну заправку лукойл с момента как мы выехали из петербурга прошло 250 километров и нам встретилась первая заправка поэтому имейте в виду вы когда нет мы уже от заправки 80 прошло еще от петербурга до заправки 250 вот имейте в виду что когда вы поедете по этой платной дороге из города откуда вы будете выезжать лучше максимально до полного заправить бак иначе можно в неприятную ситуацию попасть под дверью заправляться на пол ну под дверью из Санкт-Петербурга значит в Санкт-Петербурге а потом смотрите что я сделала я сразу посмотрела заправки есть заправки есть но это надо съезжать и в какие-то города заезжать а вот на самой трассе следующая заправка у нас после той которая была на 250 километре еще через 130 километров поэтому мы из Санкт-Петербурга выехали с полным баком до второй заправки едем там рост нефть при том что на этой трассе платной цены не стесняясь дерут самые-самые высокие лукойл который мы проехали у него бензин 50 рублей сколько-то копеек 76 копеек что ли да 95 да а следующая будет заправка рост нефти мы надеемся что там будет немножко подешевле нам хватает в принципе бензина доехать до рост нефти поэтому мы едем мы уже все прибрались я поставила уже свою сумку на место все там закрыли уже полевая кухня закрыта но снеки оставили вот так я сделала чтоб Алексей своим рукавом вот я не люблю когда вот так рукавом куда-то лезут чтоб Алексей как журавль не клевал туда я его вот так постелила я его вот так постелила чипсы стильно перченые да они очень перченые вот черненькое то что видите это все черный перец и они прям когда кушаешь их безостановочно во рту все жжет ужасно но вкусно да итак мы подъехали на заправку Роснефть проехали с предыдущей заправки от Санкт-Петербурга 433 километра в Санкт-Петербурге у нас был не полный бак ну пол бака где-то было и мы заправились по 48 рублей вот 27 литров с копейками по 48 рублей на 1302 рубля минус бонус у Алексея были 1262 рубля заплатили а сейчас мы заехали а сейчас мы заехали на Роснефть и бензин стоит 46 рублей 70 копеек а до этого Лукойлы проезжали там более 50 рублей было ценник цена поэтому имейте в виду после Санкт-Петербурга 433 километра и мы на заправке Роснефть давайте ребятушки сходите по своим делам потому что дальше уже будем до Москвы ехать остановки мы совершаем исключительно только на заправках питание развлечение все 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 происходит у нас остальное в машине выходим разминать ноги даже если кто-то по своим делам не хочет но все равно выходит разомнуть ноги но поскольку мы едем довольно таки большие промежутки поэтому по делам ходят все извините за подробности вот Алексей сейчас оплатит подойдет и я тоже пойду выйду итак мы успешно сходили все Алексей залил 31 литр по 46.70 на 1447 рублей 70 копеек и это заправка РН Тверь Роснефть все едем дальше до Москвы уже осталось километров 300 да? до дома 300 до дома 300? да значит до Москвы 250 ну все нам счастливого пути а у нас очередной пункт оплаты платной дороги заезжаем под зелененький шлагбаум тот который принимает транспондеры через полтора километра съезд поверните направо хорошо транспондер принят пик транспондер принят все очень удобно отлично едем дальше а у нас очередной пункт оплаты мы уже подъезжаем в Москву да Леша? сейчас уже МКАД у нас будет через 6 километров через 6 километров так что мы практически дома ехать нам осталось час двадцать такие у нас дела дети вкусный мандарин? кислый какой-то кислый? питерские мандарины кислые сегодня у нас фрукты поверните направо на ура пошли я чищу еще один мандарин нам с Алексеем бананы съели все целая связка была сегодня прям по фруктам мы да? молодцы это хорошо это полезно мы уже подъезжаем к дому ехать нам буквально 25 минут осталось так что скоро мы через 400 метров держитесь правее хорошо с Тимошкой увидимся да дети? вы рады? да? хорошо ну что друзья мы уже дома ну что друзья мы уже дома а крючек не дала тебе? крючек не дала тебе? ну я все равно буду морковку делать относить посмотрите на этого чудо кота шпана такой ой шпана мохнатые а мяу 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 мохнатые а Он не понимает, что выход с другой стороны Ой, понял Ой, шпана Ой, шпана Кто такой хулиганистый, малыш, а? Сразу в домик, сразу в домик пошел А с нами здороваться не будешь, Тима? Нет? Обиделся? Обиделся? Тима Так, не понял Ты меня обновляешь? В общем, тетя Таня, где гостил Тимоша наш Рассказывает, что он набрасывался на большую собаку Она раз-два могла его перекусить Да Вот такой вот шкет шпанистый Мишу, ты тапочки доставай Как говорится, маленький да удаленький Маленький да удаленький, да Миша только с машины слез и сразу побежал за Тимошей Соскучился? А мне? Соскучился, Мишута? Да А Тимоша сразу прям вот как с голодного края Как будто он ехал из Питера Восемь с половиной часов, да? Угу Сразу кушать, сразу кушать Семь пятьдесят шестьдесят семь Тим, тебя там не кормили, что ли? Или ты там этот Привередничал? Ест, ест с такой жадностью, ест Ладно, мы уже дома, друзья Фу Смеха и намного меньше, чем в тот раз Чем в Питер? Да Нет, чуть-чуть дольше Выехали на десять минут позже А приехали на час позже Примерно Вот, сейчас будем разогревать то, что мы должны были То, чем мы должны были питаться в машине Будем сейчас греть и дома кушать Потому что уже оставалось до дома совсем недолго Народ уже стал спрашивать, интересоваться по поводу питания Но Я говорю, смотрите, варианты Либо холодное в машине есть Либо терпеть до дома и кушать горячее Сейчас разогреем все В микроволновке Вот А мы в дороге перекусили фруктами Так что сильно никто не изголодался Ну дай коту поесть, оставь в покое Соскучились все Фух, я устал В общем, жаловались на Тимошку Что он вот такой шкет хулиганистый Да Нападал, пока по жопке не получил два раза Мишута Да, я видела, там большая собака, прям как Жора Как Жора, да? Да, даже больше Ладно, мы будем кушать Из тех овощей, которые мы с тобой возили Я нарезаю быстренько вот так квадратиками Сейчас сделаю греческий салат То, что мы хотели покушать там Но не успели, потому что гуляли целыми днями Вот, сейчас быстренько сварганю Все продукты у меня есть Потому что мы закупили их, чтобы сделать салат этот в Санкт-Петербурге Но теперь дома сделаю Так, мы собрались обедать У нас куриные бедрышки Которые я готовила еще в Санкт-Петербурге Алексею подогрели рис Потому что он ест без воды А себе залили воду из термоса горячую И салатик у нас готов Приятного аппетита, ребятушки! Спасибо! Все, друзья, потом у нас просто отошли батарейки Мы все вырубились С Алексеем дети искупались И легли спать уже на ночь А мы с Алексеем даже батарейки отошли Даже не купались Утром потом принимали душ Вот такой у нас получился сегодня влог Весь в пути, в дороге Но зато мы вам все подробно рассказали Как ехать, сколько это стоит Буквально, знаете, когда едешь в Ростов Огромное количество этих пунктов приема оплаты А здесь буквально три Но они списывают такие суммы Сразу, знаете, по 800 рублей По 500 рублей И третий пункт тоже какую-то сумму списывают В общей сложности получается 1702 рубля Вот, оно того стоит Я считаю, лучше заплатить и ехать По свободной дороге Чем там собирать все населенные пункты По бесплатной дороге Куча машин параллельно Населенные пункты Ну, оно того не стоит Дорога хорошая Как на одном дыхании Что туда, что обратно Вот, я думаю, что мы еще запишем Может быть с Алексеем Как-нибудь в ближайшее время Видео наши впечатления о Санкт-Петербурге Примерно накидаем вам Какие расходы мы понесли Вот И если какие-то вопросы у вас по Санкт-Петербургу возникают Возникнут То пишите обязательно Да, мы сейчас дождемся Когда вы нам напишите на количество вопросов А потом соберемся и снимем видео Так и назовем наши впечатления о Санкт-Петербурге И ответы на вопросы будут Вот, ну а это видео будем заканчивать Если видео понравилось Ставьте обязательно пальчики вверх Подписывайтесь на канал И нажимайте на колокольчик Чтобы вам сообщали о наших новых видео Пишите комментарии Нам очень приятно с вами общаться Всем спасибо за просмотр Всем пока-пока Приходите еще Увидимся снова Субтитры сделал DimaTorzok